так наверно уже видно ребят привет зрители есть так все нормально все звук есть все хорошо слышно да ну все всем привет давайте знаете с чего начну так вот знаете по честному признаюсь приходится осваивать по ходу дела большое количество разных разных способностей вот поэтому я на самом деле никогда не тренировался работой не с камерой и тем более когда просто ты видишь мониторы вопросы не видишь людей вот украина на связи привет поэтому поэтому ну я не ну не нет у меня таких возможностей там как-то значит какой-то такой ровненькой значит понятной форме иметь диалог и общение вот ну постепенно я думаю этот навык на работы потому что он необходим для продвижения проекта но все что относится к росту прогресс прогрессу проекта мне интересно поэтому в этих вопросах я буду стараться совершенствоваться поэтому если у кого-то возникнут предложение критика то как обычно мой телефон на сайте вот круглосуточно пишите ватсап telegram я сам лично все это читаю все смотрю мне это интересно мне это нужно это помогает мне делать лучше иметь лучший диалог со всеми акционерами вот хенрик привет привет вот а значит давайте я знаете еще хотел начать у меня есть вопросы на канале youtube но там ни разу еще я не отвечал на эти вопросы вот я тогда позволю с них начать значит любочка михайло спрашивает где супер новость это видеоконференция 8 11 у нас была супер новости для тех кто не смотрел прямой эфир и значит кто еще не знает у нас теперь есть патент на изобретение вот патент на изобретение то есть это что означает был было два патента на полезную модель а а теперь срок приоритета у них 10 лет а теперь у нас срок приоритета 20 лет 20 лет то есть теперь монополия на технологию 20 лет почему сначала был патент на полезную модель а только сейчас появился на изобретение мы здесь с патентным поверен поверенным выбрали такую стратегию такую тактику для того чтобы можно было быстрее получать уже какие-то документы вот и не ждать когда обычно заявка на патент она в течение 1-2 лет можно ждать ответ от роспатента а на полезную модель 6 месяцев вот мы таким образом и поступили сделали несколько заявок на полезные модели а теперь подошел срок и получено патент на изобретение в этом я не знаю для меня это вообще на самом деле очень новости серьезная вот и очень на самом деле приятная я думаю для вас она не менее приятная и серьезная но это патент не последний есть еще заявки на более усовершенствованную версию то есть возможно в будущем даже удастся получить еще и на более усовершенствованные модели вот значит solvus company вопрос задает не вопрос а комментарий такой дает я инвестировал во многие венчурные проекты но сюда не рискнул так как мой вывод такой разработчик слишком молодой для такого масштабного проекта вот наверное тогда давайте подождите я к сожалению свой возраст или не к сожалению я не в силах свой возраст увеличить поэтому ответ наверное такой вопрос мог бы быть что ну наверное подождите когда мне будет 50 или 60 вообще на самом деле люди я же сейчас по проекту общаюсь очень часто с людьми которые и 50 года и даже 40 года рождения и надо отметить что они обладают ну большим количеством знаний технических каких-то специфических вопросах но не всегда они готовы оперативно реагировать то есть когда с ними приходишь и говоришь что давайте поработаем вот в этом направлении в этом вопросе они говорят да мы мы готовы нам интересно так у нас сейчас это в ноябрь ноябрь так ну давай у нас запланируем там на март например на март я говорю ребят но на март не пойдет я говорю мир идет ой то есть у меня проект развивается как бы я не могу ждать марта поэтому не всегда договариваюсь с людьми вот которые таких так ну такие уже намного более старше меня ну в то же время когда человеку 25 лет и с ним о чем-то договариваешься он говорит обычно что давай в течение там 3-4 дней я тебе уже сделаю вот этот этап следующий этап то есть есть вот такая вот такая тенденция так еще у нас здесь такой вопрос такой форме ну не может быть может быть не очень такой вежливой но ничего страшного вопрос касается следующего я его дословно зачитаю вот вопрос конкретный был задан будут ли дивиденды не смог ответить конкретно какая-то вода делягин причем тут зернышки о чем ты вопрос повторю сколько процентов будут дивиденды и будут ли они вообще это обычно это 20 процентов от прибыли компании а ты воду льешь в большинстве своих ответов ну давайте значит давайте на этот вопрос наверно вместе ответим опять же на простых формах его изобразим допустим есть у меня мешок картошки значит для того чтобы высадить этот мешок мне необходимы дополнительные силы виде там инвесторов ухаживания там прополки этого картофеля и так далее ну то есть всем понятно что по факту может быть урожай и те кто сейчас участвует те кто сейчас участвует так что там сейчас уведомление слышно сейчас еще подрегулирует техническая заминка небольшая тут у нас слышно уведомления пишут в чате сейчас мы их удалим так ну вообще выключить звуковое повещение но они у вас выключены все вроде бы выключена ну давайте попробуем должно наверное получиться ну так вот допустим есть этот самый мешок картошки и для того чтобы получить из этого мешка 10 мешков нужно провести определенную работу в данном случае эта работа ну займет порядка четырех лет а вот и говорить о том как мы распорядимся этими десятью мешками когда они будут получены вот они будут получены если только необходимые действия будут совершены да то есть по выращиванию этого значит это это этого урожая да ну так вот смотрите я бы я бы вот на этот вопрос все таки еще раз вот вода не вода но я думаю что со мной большинство согласится я бы хотел чтобы мне сейчас комментариях дали на этот счет ваше ваше мнение допустим предполагаем 22 год вырастили из одного мешка картошки 10 мешков картошки и теперь значит у нас следующая ситуация вся эта выращенная картошка она лежит только нам значит технология только наша мы монополисты вот и для нас с вами для всех очевидно что в мире ничего подобного нет в мире есть спрос на эту продукцию и соответственно есть поля для дальнейшего как бы развития этого процесса ну и здесь ничего же нет уже никакой проблемы в том чтобы мы провели собрание да я думаю к тому технологии к тому времени технологии будут что мы сможем эти собрания акционерных обществ проводить на блокчейне где никто не сможет ничего подделать да вот провели собрание и соответственно сделали определенные выводы то ли мы значит все эти десять мешков инвестируем в новые поля и соответственно еще повторно умножаем этот урожай только уже значительно быстрее чем четыре года потому что ну этап развития преодолен да либо мы значит просто напросто берем и все эти десять значит мешков делим между собой но это же легко решить но когда это нужно решать но не сегодня же это же очевидно вот это как шкуру не убитого медведя делить поэтому сейчас говорить там ну вот у нас будет на дивиденды в 20 процентов отчисляться да может и 100 будет процентов перечислено а может быть большинство примет решение о том что следует все таки в дальнейшем эти этот этот урожай распределить для дальнейшего как бы выращивания да тем более что получен патент на 20 лет вот поэтому сейчас так здравия параллельно кто-то играет компьютеры игры либо или слышно в эфире ну понял попробую это устранить так не 62 года я очень хорошо по ним понимаешь и считаю когда еще если не молодые годы но все я с вами тоже также полностью согласен так сегодня скажем завтра выкапаем сколько будет урожай хороший пример а ну сегодня допустим да сегодня может ли такая ситуация случиться что ну завтра грубо говоря заходит в эту дверь на уже у нас потенциальный покупатель этой самой технологии и говорит продайте вот если мы ничего не теряем если проект ничего не теряет то почему бы не продать ему лицензии уже завтра и почему бы эту и уже почему бы завтра на не обсудить как распорядиться этой прибылью ну вот такая простая логика и вообще надо понимать что то то есть владельцы компании это как правило большое количество людей у нас сегодня кстати уже 902 акционера вот и ну эти решения не принимаются большинством вот как большинство решила так и будет вот поэтому если завтра будет получен доход ну в кавычках завтра будет получен доход от продажи какой лицензии да и будет получена определенная сумма на счет то ну вот точно так же мы возьмем ну пока без блокчейна пока в чате просто возьму проголосуем и и придем к выводу но я вообще как главный акционер конечно заинтересован в том чтобы ценные бумаги они имели всегда высокую стоимость а что определяет высокую стоимость это прежде всего ну потенциальные возможность развития самого предприятия и те дивиденды которые они дают своим владельцам то есть если ценная бумага не дает никаких дивидендов на своем владельцу она ничего и не стоит если она ничего не стоит тогда и кому нужна эта компания да ну примерно вот так поэтому но я надеюсь что я ответил на вопрос при чем тут зернышки о чем ты вопрос повторяю сколько процентов будут дивиденды и будут ли они вообще вот если не ответил на этот вопрос то давайте еще раз обсудим эту тему я не против виталий спрашивает какая работа ведется в проекте в настоящий момент ведется работа по патентованию вот определяется список стран значит наладят живутся контакты у меня есть договор с организацией вот которые с которой мы давно уже сотрудничаем вот по патентованию и сейчас мы то есть эта организация ведет переговоры а уточнение по суммам сколько это будет стоить как это будет выглядеть именно по получению патентов в других странах ну и я напомню что у нас есть международная заявка пи сети так называемая вот но это международная заявка она у нас кстати относится к патенту на полезную модель сейчас мы получаем патент на изобретение после того как мы получим мы также сделаем эту самую международную заявку пи сети и мы должны будем определиться либо мы получаем сейчас по первой полезной модели патенты до с заявкой пи сети либо мы уже переходим на вот это вот нас на само изобретение хотя здесь такие знаете некоторые тонкости юридически есть некоторых странах вообще такого понятия нет как полезная модель есть просто изобретение вот ну в этом смысле работа ведется раз одновременно с этим ведется работа переговоры сейчас двумя институтами веду по математическому моделированию модели это первый этап второй этап это продувка в аэродинамической трубе сейчас таких организаций две и в понедельник вторник еще одну с одной организацией встречаются эти организации они друг от друга независимые они друг о друге не знают и находятся в разных городах вот что еще ведется у нас ну еще ведутся у нас разговоры предварительные с потенциально заинтересованными лицами ну пока более менее серьезными их еще назвать не могу ну материал так скажем по запросу рассылаю материал по запросу рассылаю интересуются причем и транспорт логистической системы которые я планирую презентовать получается в ну февраль-март 2019 года я хочу это делать уже с макетом и я хочу это делать в таком доступном для всех месте чтобы любой человек мог прийти и ознакомиться с этой самой идеей уже на макете планируется макет где-то 6 квадратных метров вот и причем это транспорт логистическая система она будет укомплектована электрогенерирующими небоскребами и можно будет воочию убедиться и потрогать посмотреть получше познакомиться вот так 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 сегодня так время нужно даже яблоня плодоносит только на третий год ну да все верно все верно но в нашем случае то на самом деле можно реализовать уже лицензию и завтра потому что патент как таковой имеется но но по факту еще никто не знает а технологии никто не знает есть макет только пластмассовые так сказать в кавычках да который с помощью которого можно показать основные принципы на чем основано это самое изобретение в чем фишка но для наглядной демонстрации у нас еще есть макет но его видно в ролике такой с желтыми лопастями в аэродинамической трубе мы его продуваем но он совершенно далек от совершенства это такая первая моделька была которая дала полную уверенность тем кто наблюдал его в аэродинамической трубе что все те самые эффекты о которых я заявляю это возможность концентрации потоков направление по тангенциальной линии и защита неработающей лопатки они там четко присутствуют четко есть продолжаем в общем грубо говоря работу я этот макет кстати сейчас москву вез сейчас в москве вот в одной организации связанные с аэродинамикой вот ну подробности если с ними заключу соглашение если оно будет подписано то есть я естественно потом скан скину на сайт его будет видно так так еще согласен полностью а люди которые такие вопросы задают в общем обычные обычные слова не для эфира но обычные люди которые просто не знаю любят поговорить так если перефразировать так проблема нынешних людей в том что хотят все быстро и много и сразу ну да соглашусь соглашусь что все хотят быстро много и сразу но опять же опять же эти люди у них не такой большой выбор для того чтобы получить быстро много и сразу но если только в казино сходить вот в игровую зону попасть на алтай по моему есть сочи на красной поляне есть еще где-то казино есть вот если только туда сходить то там я думаю что в течение часа-двух вы можете получить либо положительный либо отрицательный результат а здесь здесь все-таки технология она требует проработки она требует ну решение на многих вопросов поэтому до требуется время вот и еще я вижу поддержка о том что время нужно вот поздравляем по поводу патента я так понимаю да спасибо спасибо когда увидим дорожную карту откорректированную виталий спрашивает смотрите виталий дорожная карта как таковая имеется но не все формулировки меня там устраивают я должен сам лично сесть ну уделить этой карте ну часов наверное 10-15 но учитывая то что сейчас очень много разъездных всяких у меня вопросов вот буквально в четверг в пятницу я был в Москве значит вчера я был в Севастополе все эти передвижения они связаны непосредственно с проектом поэтому сегодня только ну я вот в себя пришел от этих переездов часов буквально пять назад сегодня у нас видеоконференция после видеоконференции у меня еще две встречи так ну и за дорожную карту я сяду ну наверное в пятницу уже она будет да у нас пятницу да давайте так в пятницу развернутую дорожную карту на сайте представим вот договор на инвестирование с моей стороны подписано приобретение акций когда будет подписан с вашей стороны и выложен в личный кабинет я так понимаю просто не хватает рук и времени Владислав спрашивает нет не то чтобы рука времени рук рук у нас хватает сейчас просто мы как любой процесс любой процесс он требует определенной дорожной карты вот сейчас вот эту дорожную карту практически проработали вот те кто будут регистрироваться у нас буквально через 3-4 дня там уже этот будет сервис немножко по-другому выглядеть то есть те документы которые нам нужны будут для передачи акций они фактически будут автоматически заполняться ну и в течение там буквально 3-4 дней печататься и соответственно будем передавать в тб регистратор вот ну а те договоры 900 которые уже на сегодняшний день имеются все таки это нужно будет вручную все это переработать но до 1 декабря есть план все договоры уже передать все то есть сформировать все передаточные распоряжения и я должен сам лично прийти в тб регистратор при них я расписываюсь каждом передаточном распоряжении передаю им и соответственно в течение трех дней эта информация появляется в базе в тб регистратор после этого вы берете паспорт приходите в один из филиалов их 45 по стране и собственно предъявляете его говорите состоялась сделка и открывает платите 135 рублей открывается счет на вас это делается в течение 15 минут и эти же акции там тоже в определенный период просто с моего счета перезаливается на ваш и кстати говоря у нас же есть еще люди которые инвесторы не в россии и как им быть значит здесь решение такое достаточно простое нужно будет нотариальную доверенность выписать и сделать перевод паспорта прислать физическим конвертом ко мне в офис и соответственно после этого так да и соответственно после этого по доверенности человек приходит в тб регистратор и просто-напросто вместо вас открывает этот самый расчетный счет на который будут залиты эти самые акции вот и вопрос такой кстати у нас еще звучало кто будет человек ну наверное я им самый будут почему ну в любом случае мне необходимо будет лично посещать это самый втб регистратор что мне в одной руке передаточные иметь распоряжение и при этом в другой руке еще иметь там 20-30 доверенности в принципе эта проблема никакой не составит времени особо тоже не займет поэтому скорее всего это будут мои данные они будут находиться в личных кабинетах и будет текст доверенности там представлен ну точный срок я тоже пока не могу сказать ну решим этот вопрос он у нас в списке вопросов есть так да в каком виталий спрашивает в каком формате будет предоставлена возможность разрешать или запрещать видимость своих контактных данных в личных кабинетах то есть сегодня мы еще вопрос обсуждали то есть ту первую линию которую вы подписали если человек согласен с тем чтобы его контактные данные видели вы будете видеть и почту и телефон если он пожелает и почту и телефон либо он выберет или телефон или почту вот ну и соответственно а человек который подписался он под вашу реферальную ссылку он будет видеть ваши контакты вот это будет так ну а все остальные те кто уже в других как бы ступеньках там будут видны логины так заметил Денис более уверенно стал вести вебинары ну видите и все же потихонечку с опытом приходит поэтому опыта набираемся но до этого я уже вначале говорил никогда я ничего подобного не делал вот когда ожидать анонс сайта или личного кабинета в бета-версии ну дня через 3 уже у нас будет более-менее уверенная бета-версия так планируется ли еженедельная отчетность по проделанной работе в виде новостной ленты на сайте да сто процентов это будет будет то есть мы сейчас фактически вместо новостной ленты ну провожу вот такие видеоконференции а фактически это будут наверное и новостная лента и в какой-то момент те же самые видеоконференции если вы того пожелаете так Денис не собираешься в Калининград со своим проектом смотрите я сейчас делаю макет макет на магнитной подвеске где у нас сама будет конструкция располагаться с помощью его будет легче показывать людям о чем идет речь все достоинства этой идеи этого проекта когда он будет планируем где-то к 10 декабря мне пообещали техническую часть довести до совершенства вот но после этого мы эту техническую часть будем интегрировать в архитектуру ну предположительно это будет январь тире январь я надеюсь январь и соответственно соответственно если будет запрос на то чтобы я приехал в Калининград может быть кто-то из науки захочет узнать больше захочет лично значит познакомиться задавать вопросы или просто кто-то из инвесторов хочет это сделать то без проблем такая поездка будет а казино у нас казино есть ну казино это не для меня казино это для тех кто хочет а пускай к нам приезжает ну да для тех кто хочет моментально получить результат да 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 можете приезжать в Калининград будет ли онлайн поддержка на сайте когда Виталий смотрите сейчас онлайн поддержка это я сам на сайте вот я сам почему я это делаю ну я мой жизненный опыт мне подсказывает что это непосредственно должен быть мой телефон это не должно нигде теряться ни одно сообщение ни одно предложение не должно проходить мимо меня вот это во первых во вторых это является определенным стимулом для членов команды делать свою работу четче потому что они же знают что я в курсе всего поэтому вот сейчас онлайн поддержка есть это я да на самом деле сообщений много но ничего страшного нет проблемы никакой ответить ответ обычно занимает минуту полторы нет никакой проблемы ответить каждому персонально решить вопрос каждого персонально поэтому по-прежнему это телефон мой whatsapp telegram круглосуточно электронная почта все это приходит ко мне поэтому давайте онлайн поддержка буду я мне просто напросто жизненный опыт подсказывает что именно так нужно сделать так по рассрочкам вопрос задавали когда кнопка будет активно вот в рассрочке это на самом деле вопрос очень серьезные потому что у нас же это все интегрируется и и пересекается с самой реферальной программой вот поэтому достаточно непростая система и мне обещает отдел айти этот вопрос решить к до следующего до следующей видео конференции вот то есть получается к следующему воскресенье этот вопрос должен будет быть решен так так денис денис слышал про такой проект do you know да конечно я слышал про этот проект я о нем слышал да ну мнение свое если дальше спросите там о моем мнении я честно не сам лично не знакомился с проектом именно еще не смог убедиться кстати была встреча не так давно в Новосибирске она по-моему даже в субботу была но я к сожалению в этот момент был в Москве я бы вообще на самом деле пришел и я бы хотел с ней познакомиться подробнее почему потому что у нас ведь есть нужно будет я думаю и генераторы те которые сегодня есть в мире я не думаю что они самые совершенные вот на генераторе электромоторы это очень близко поэтому может быть как-то обсудить вопрос с тем чтобы мы по факту обсудили вопрос изготовления генераторов так что с площадкой чтобы вебинары проводить неудобен вконтакте да знаете тут вообще такие разные мнения вот я еще честно говоря для себя не определил но я скажу что будет наиболее такая площадка удобная для всех давайте в комментариях пишите какая именно должна быть площадка давайте вот прежде всего видеоконференция они же для для вас поэтому как вам удобно будем будем так и делать так я пока не оформил договор жду новый договор надеюсь оформить до 01-12 что нафиса пишет ну можно и так на самом деле проблем никакой нет та информация которая сейчас есть в личных кабинетах она у нас все время копируется поэтому она никуда не денется ничего не пропадет поэтому можно и чуть позднее это сделать не опоздайте да с договором не опоздайте так и когда относится откроется кнопка на рассрочку ну кнопка на рассрочку айти отдел обещает мне до следующего видеоконференции то есть до воскресенья следующей недели владимир иваненко пишет приветик не хватает на сайте про заказа на белом фоне не видео не видно точки да на самом деле дизайн мне тоже или сегодня буквально с дизайнером обсуждал вопрос что там дизайн какой-то у нас не проработанный поэтому учтем сделаем так чтобы все было видно вот и еще я продолжу значит по youtube у нас еще есть на самом деле ну шесть минут поэтому если какие то вопросы есть давайте еще задавайте а я продолжу по youtube значит николай бурков пишет интересный весьма проект и перспективный по своей функциональности но вот знаю как еще более перспективный проект скайвей пробивался не могу сказать как автор решит это будет проблема финансирование технологии решаемые а вот политическая проблема большой вопрос ну смотрите здесь здесь политические проблемы я здесь вообще никакой не вижу во-первых у нас более 200 государств на планете везде разная политическая ситуация патент у нас будет патенты я хочу сделать по всему миру поэтому ну если в какой то стране политическая ситуация не будет позволять это сделать а или будут какие то проблемы с этим ну значит наверное этой стране не повезло вот еще вопросик виктория рыбицкая спрашивает сколько будет стоить такой небоскреб в сравнении с обыкновенным небоскребом ну смотрите виктория здесь само по себе здание оно не каких-то дополнительных стоимости не предполагает почему потому что само по себе это здание оно обычное просто мы необычным образом его ставим это не ведет нисколько к удорожанию самого строительства а вот относительно самой ветроэлектроустановки то сейчас я вам возьму в руки пример такой то есть относительно стоимости самой ветроустановки которая будет интегрирована то я вам сообщу следующее значит точных цифр стоимости сейчас нет но их и быть не может потому что это работа научного коллектива вот такой вам пример смотрите вот такая такая ветроэлектроустановка весит 5200 тонн вы их видите ну вот такие ветропарки в разных странах мира очень развита высота 120 метров генератор который находится наверху вот здесь это вес 200 тонн лопасть одна весит 7 тонн так вот так вот 5200 тонн в моем случае когда я интегрирую ветроустановку вот в то устройство которое мы запатентовали у меня масса в 4 раза меньше вот то есть сделайте выводы да спрашивайте калькулятора да при массе в 4 раза меньше у меня энергии будет давать ну как минимум в 5 раз больше то есть вот такие ветроустановки они обычно дают 7 мегаватт энергии вот у меня планируется 25-30 мегаватт энергии за счет чего сразу тоже скажу ну вопрос наверное естественный такой возникнет посмотрите площадь вот лопастей на которые воздействует воздушный поток как правило 500-600 квадратных метров а площадь лопастей на которые воздействует пошли поток в моем случае это может быть и 5 тысяч квадратных метров и 6 даже тысяч квадратных метров а может быть даже и больше поэтому ветра электроэнергетики что важно самое там много на самом деле формул но самое важное заключается в том что нужно самые важные факторы это площадь на которой воздействует воздушный поток площадь и скорость на которую и скорость самого воздушного потока так вот в моем случае кроме того что у меня площадь намного больше у меня этот поток еще и концентрируется на ветроустановку и еще и по тангенциальной линии направляю вот этот воздушный поток это очень важный фактор и еще один момент я закрываю неработающую лопатку то есть у меня нет тех деталей которые сопротивляются воздушному потоку поэтому сам по себе само по себе здание такой небоскреб стоит дороже не будет но если активно развивается вот такая ветроэнергетика то мое техническое решение еще более активным способом должно развиваться потому что ну ответы на вопросы я дал что она будет и дешевле и эффективнее и мощнее но конкретных цифр у меня нет цифры это ну это это будет позднее на определенном этапе соответствии с дорожной картой развития проекта так не думаете ли вы впоследствии создать еще вопросик был такой на сайт не будете не думаете ли вы впоследствии создать приложение для более удобной работы с личным кабинетом ну вот здесь я бы тоже хотел спросить у вас если такая необходимость а если у нас необходимость в том чтобы появилось приложение и что должно входить функции этих приложений я так понимаю что это идет речь о работе с личным кабинетом вот поэтому вы мне пожалуйста дайте обратную связь по этому вопросу если такое предложение требуется то ну обычно уходит месяц полтора на разработку такого приложения то я тогда этим вопросом озадачить и буду его делать так вот еще владимир пишет кроме этого не хватает языков на не хватает языков на разных языках то есть ну я понимаю то есть не хватает сайта чтобы говорил у нас на разных языках да на самом деле я получаю письма даже было письмо код демуар из африки представляете вот мне кстати интересно чья же реферальная ссылка попала вот в африканскую на африканский континент вот я пока этого не знаю еще но наверное у нас на самом деле будет такой сервис когда мы будем это видеть где ваши реферальные ссылки находятся сейчас ну то есть зарегистрировались люди под ваши по вашей реферальной ссылки где они территориально находятся но этот сервис тоже требует времени поэтому но он точно будет вот так вот и конечно же претензии возникают не только с платежкой у нас кстати добавится адванс энд кэш и а и криптовалюта это будет ну тоже в течение вот этой недели до пятницы обещают мне сделать ну и претензия в том что мы не понимаем мы понимаем что это стартап мы понимаем о чем более-менее идет речь но другим рассказать не можем нужен сайт там на других языках то есть я сейчас задача какая сейчас довести до сайт до совершенства сайт который ну на нашем родном языке да после этого делаем перевод ну пока он несовершенен он мне не удовлетворяет он мне не нравится поэтому ведем по нему работу но я вообще хотел бы и мечтаю сделать на разных языках хотя бы два-три языка добавить до первого до 31 декабря 2018 года и низ как ты относишься к идее сделать на странице что-то вроде внутренней бирже для того тех кто бы хотел купить свои акции продать а кто в них а кто-то их перекупить ну в принципе не задумался на эту тему ну честно смотрите не знаю еще пока если это будет позитивно позитивно сказываться на развитии значит это будет если нет то нет я честно не задумался еще на эту тему внутреннее бирже видите ли все равно вы должны будете втб регистратор это делать то есть у вас будут на вас акции когда там оформлены вам все равно нужно будет с покупателем покупатель с продавцом вам нужно будет в этой организации встречаться единственное что вы сможете в принципе это делать в разных городах то есть в один в один филиал пришел другой в другой филиал пришел в общем пока нет ответ на этот вопрос так 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 да что хватает при заказе пакета нужно писал в долларах даже было удобнее было пакеты написано сразу в долларах но смотрите юридическое лицо у меня российское вот поэтому мы на территории рф пока в рублях пока так такой ответ так еще елизавета спрашивает мой вопрос так вопрос а какой вопрос он вверх так а это вопрос на сайте вопрос елизаветы по поводу приложения все понял понял елизавета так в рф рублях расчет мы же не в сша а вот андрей видите помог мне с ответом на вопрос более приятно приятно с критикой работать так 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 не все понял владимир иваненко задал вопрос ну вот ребят на этом пока все просьба просьба к вам пишите телеграм ватсап в любое время суток буду очень рад ответить на все ваши вопросы до новой встречи воскресенье до новой встречи до новой встречи до новой встречи в описании Продолжение следует...